И вот, казалось бы, соображаем потрясающе, а быт наладить не можем. А знаете почему? Потому что Земля-Матушка нам дала энергию для выполнения нашей задачи, а мы её по другому вектору, у нас программа сбилась. И логика замусорилась, логика наша, это как наши балконы. Вот придите к себе домой, у кого есть балконы, выйдите и посмотрите, что на них. Только у нашего человека лыжи старые, старые, палки сломанные лыжные, это надо обязательно сохранить. Варенье в калошах, грибы в сапогах, вот всё это в перемешку. Старый холодильник на всякий случай. Какой всякий случай? Там тапочки стоптанные домашние. На чёрный день. Суп варить, я не знаю зачем это. Вот так же и с нашим мышлением замусорилась. Я звонил десятерым нашим девушкам по мобильному телефону, проверял их логику. С одним вопросом, ты где? Восемь ответила, я здесь. Ну у нас вообще особая телефонная логика. Звонок мне, я снимаю трубку, алло, молчок, я говорю, алло, молчок. Я говорю, алло, голос, вам кого? Когда я подобное в жизни слышу, я говорю, мы в ближайшее время хорошо жить не будем. Вот пока водолей в ападеи не войдёт, видимо мы не наладим наше мышление. Я однажды видел в Калининграде за кулисами человека, интеллигентного, но с очень спившимся лицом. Я спрашиваю, что случилось? Он мне рассказывает историю, которая могла произойти только у нас. Тёща уезжала в отпуск, до этого красила потолок. Когда уехал, он решил построить оградку к огороду. Измерил огород руляткой 12 метров, заказал 3 секции по 4 метра. Привёз, поставил, на полтора метра длиннее. Ничего понять не может. Измерил огород, 12 метров, поставил длиннее. Измерил каждую секцию, 4 метра, поставил длиннее. Несколько раз пересчитал секции, раз, два, три. Поставил длиннее. Умножил 3 на 4 столбиком. Ну просто вера в жизни, иначе потеряется. 12, напился! Потому что наш отчелок один способ разрешения неразрешаемой проблемы. На утро пригласил друзей. Все перепились к вечеру. Все. Ну вера в таблицу умножения потеряна у людей. Только у нас могло произойти следующее. Готовы, да? Тёща, когда красила потолок, заляпала рулетку, вырезала из неё 50 сантиметров и склеила. Вот секрет в чём. У нас программа сбилась. Не своим делом занимаемся. При этом окей, вау. А энергии-то много. Я видел человека, который... Это только наш человек! Мог бежать в грозу за зонтиком. У него вырвало зонтик. Представляете, как он бежит за зонтиком пьяный. И кричит... Стой, падла, а то пропью! Я всегда говорил, у нашего человека очень много энергии, но она без вектора. Поэтому программа действительно что-то нарушилась. Энергия... Женщина с такой энергией убегала из физиотерапевтического кабинета, что забыла колготки там. Вот и мальчик засмеялся. И... Забыла колготки. Пришёл человек первый раз в физиотерапию. Врач говорит, первый раз, да, идите в тот кабинет, раздевайтесь, готовьтесь, я сейчас приду. Он зашёл, разделся, смотрит, колготки лежат на делу и сидит, ждёт. Я бесконечно могу эти глупости рассказывать про нашу сбившуюся программу. То, что происходит с нашими людьми, нигде в мире произойти не может. Мне же пишут письма опять из реанимации, как наши люди в реанимацию попадают. После того, как я рассказывал об этом неоднократно по телевизору, двое ехали на мотоциклах, остановил венецианер, сказал... И прочитал лекцию, почему без шлемов? Шлем выдерживает удар до пяти тонн, между прочим. Оштрафовал. Они идут обратно через часов пять. Говорят, слушай, он нас опять оштрафует? Только нашему человеку могла прийти следующая идея на ум. Смотри, говорит, видишь резиновый мяч у нас? Давай разрежем пополам и наденем. Разрезали, надели, пластырем к ушам прилепили, изоляционной лентой вокруг шеи обмотали. Говорит, только давай так, побыстрее, когда мы мимо него поедем, чтобы он не видел, что у нас голова в пупырышек. Развили скорость, и у одного сдуло в пупырышек этот, шлем в пупырышек. А тут пьяный уже стоит милиционер на их деньги. Говорит, стой! Остановил, и опять лекцию читать тому, который без. Говорит, а вот ты почему без шлема? Шлем выдержит, между прочим, удар пять тонн. И как даст тому второму по голове палкой? В реанимацию. Мужик склеил бабу. Своими словами рассказываю. Склеил бабу мужик. И говорит, пойдем. Она говорит, пойдем. Куда? Только наш может сказать. Пойдем в гараж. Привел в гараж. Там такое. Она говорит, ты бы хоть водки сначала дал вообще-то. Он говорит, в час бегаю. На гараж, мужик. Он ее запер. Не каждый день на гараж заманит. И попал в реанимацию. Несчастный случай. Через три дня очнулся. Вспомнил, что у него баба в гараже. Еще на два дня в реанимацию. Когда опять очнулся, зовет друга, говорит, открой, у меня баба в гараже. Дал ключи. Зря друг согласился. Она была русской бабой. Каня, она с какого остановит горячую, избу войдет в горячую. А в гараже была лопата. А в ней, ой, как много накопилось за эти пять дней. Ей было все равно, кто откроет. Вдруг так схлопотал этой лопатой, что к тому в реанимацию. Вдвоем лежат, ухохатываются. Но до тех пор, пока их не выписали. Первым перестал смеяться первый. Когда пришел в гараж. Она же русской бабой была. А там еще, помимо лопаты, была дрель. Все эти дни она сверлила машину. Машина превратилась в дуршлаг. Я ему говорю, ты сделал нравственный вывод? Он говорит, конечно. Я больше дрель в гараже не держу. Нашего человека в ближайшее время научить ничему невозможно. Две женщины стояли около автомобиля. Что-то случилось. И знакомый бизнесмен говорит, я по пижоне перед ними, у меня новый мерседес, есть трос. А наши ведь, когда что-то случается, женщины, они ведь, знаете, как выходят, поднимают капот и внимательно смотрят туда. Внимательно, внимательно. Я даже не знаю, о чем они думают в этот момент. Может быть, жизнь свою вспоминают. Может быть, думают, это багажник или нет. Если багажник, то вроде этого не клали. И он их прицепил, говорил, девочки, садитесь, поехали. И говорит, на первом же светофоре. Бабах мне сзади. Ты не представляешь, что бы я с ними сделал, если бы не то, что я увидел. Когда я подошел, они обе сидят на заднем сиденье. И смотрят в журнал. Только русские мужики на дорогах в туман, будучи за рулем в туман, высовываются из-за окошка автомобиля. Они уверены, что лучше видно. Вот так под Хабаровском двое ехали навстречу друг другу. Я не могу, вы каждый раз громче смеетесь. Ой, энергетика, да? А проводница в два ночи в спальный вагон. В спальный вагон. Два часа ночи. Люди спят. Вдруг голос на весь вагон. Кому нужен хрусталь? Мне и днем хрусталь не нужен. Мгновенно выбегает проводница с другого конца вагона. Че рёшься, спят? Это, кто спит? Проводница открывает первую попавшуюся губу. Вон люди спят. Иди сюда. Иди сюда. Человека за ноги. Скажи этой дуре, что ты спишь. Я однажды видел, как бежала женщина. На рынке в Волгограде. Я не забуду, как она стартанула. Прилавок. Все на нем. Памперсы, тампексы, батарейки, фотоаппараты. Удочки, обувь. Все. Мне уволен продавец меняет батарейки в фотоаппарате. Так лениво подходит женщина. Она стесняется спросить, почем тампекс. Тампекс. Она спрашивает просто, почем? Продавец уверен был, что она спрашивает про батарейки. Я боюсь, вам говорит. Он говорит, вообще-то по три, но со вставкой по пять. Дима! Вот казалось бы, все, что я вам рассказал, не имеет отношения к той первой части выступления. Имеет. Знаете, почему я это сделал? Да если бы я все это говорил американцам у них, они бы меня согнали со сцены и выгнали из страны. Они не умеют так смеяться над собой. Вот это только наши. И нашим, говоришь, мы все дураки. Они, ура, давай еще. Это спасительный задаток. Это значит, то, чем владеем мы, они не овладеют никогда. А то, чем владеют они, мы овладеем, смеясь. Лет через восемьсот. А это значит, главное, конца света не будет. Богу самому интересно, чем все это закончится. Небольшой антрак. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...